ним и ангел такура чан ой я смотрел это когда мне было лет 10 или 11 я еще не понимал всего того скрытого трешака черного юмора который был в этом аниме там даже по моему женскую грудь показывали а это уже нереально вы это надо смотреть это надо смотреть да я в 11 лет преисполнился а правда не знаю что это занимает у меня это девка с битой даже в одноклассниках на аватарке стояла я даже так скажу легендарная девочка ангелочек да курачан там еще опенинг смешной такой она просто в небе сбитые летает и пиры 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 вторая сторона решила не играть формат а второй стороне это просто неинтересно чё вармапа для слабых правильно нормально люди без армапа я нормальные люди просто сайт 3d без армапа у тебя кстати виртуальная камера лагает неплохо так как будто 20 fps даже меньше а это дискорд шляп он лаки база скините мне кто в обеих командах присутствует я просто всех игроков не помню скинь о мерси ой 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 сандрон сильверснейк донни джи джи ой 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 тут такие сильные команды жалко что он ниже аватарку поменял унитёр панда а не фурятина обида а как будто надо тейбрекер смотреть х 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 так будет намного интереснее комментировать матч истину глаголишь так ну чё там под пиком у ребят пока что выбирают астех андрозники будут первые пикать второй пик за командой пикам жим чан предиктам пикаем жим скорее всего забанят хардрок 2 как будто хидан 2 отлетит хидан 2 мне кажется противоположная команда забан ну что он должен еще гиммик отлететь это hd 1 hr 2 скорее выхода 2 hr 2 такие самые профессиональные всеми любимые карты и мы знаем и персональные карты крутые так первый бан смотрим хд 2 отлетает все-таки был прав а ей ну и правильно зачем этот хитом 2 играть вообще тут такие бэнгеры есть мак пуля мне очень нравится free mode 1 нм 3 очень классные у хр 1 неплохой все остальное я не знаю и от 2 ну да он дали речь пирога были мы предиктим просто турнирную сцену профессионалы своего дела заработать за это да сейчас на 1x бед просто предиктить баны ой блин это какая-то скрытая реклама букмекеров получилось никто нас не спонсировал к сожалению а было бы классно обращайтесь если что было бы неплохо устроить осу турик неплохими призовыми и ставками 4 вылетает а ей это серьезное заявление сейчас наверно меня гетто зайдет принципе карта ну чисто на консистенте водилку потому что там не так много слайдеров на которых можно сбэшить но я попал мисс магиус должно быть что-то интересное хорошая мапа как качественные на мой 4 сон классно еще надо будет скачать я только половину карт с мопу знаю а я поиграл могу ради интерес правильно надо тренироваться он будешь пояснять не за пике что как это два классный сонг а музыка нас связал а что больше всего я жду на мода 3 кто-то реально бэнгер хитори е мне в последнее время очень нравится что волосу играть что просто слушает дуанома 2 и фриван 1 о начинают ребята карту играть и ранний брекет сделка чтобы нервишки не шалили очень высокая курси у сандрона донни джи джи всем стад на к неудачу это база сейчас пофиксит и опять верт бейк от зряка чисто слайдер нервничать пока что ребятки карта и и это еще к и и ай 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 и нежи Ну если с кейс не брейкнет, победа будет закомандовать всех андроизники. Никто даже близко не набрал столько комбы и акуриси, как он. Хотя нет, акуриси ладно, акуриси у Сандрона пока что топ по Аке. А у остальных все довольно плачевно. Сейчас будет небольшой слухар, после чего опять киай. И этот киай чисто на стримчике будет. Сейчас Донни ЖЖ наберется к акуриси и комбу. А что все довольно ровно, отстает всего лишь на 200к, это можно камбэкнуть. Тяжело будет комбатом, как будто невозможно. Ну, у СКС уже косарь комбы. СКС брейкает. А, брейкает СКС, но сейчас есть шансы уравнять счет. Если кто-нибудь из них закомбит. Донни ЖЖ халовик там был. Вот тут уже кончается карта. Донни ЖЖ брейкает. Да. Победа Кустя Хандрусников. Первый поинт. Отжали первый поинт, ребята. Посмотрим, что будет на второй карте. Пока что ребята разминаются. Так сказать, растрясочные карты. Надо пикать то, что ты можешь сыграть лучше всего. А потом уже пойдут какие-нибудь хардроки и прочее. Да, это выгонить всего в начале Турика делать. Потому что не так сильно будешь нервничать на своем скиллсете. Так, сейчас будет пикнута, скорее всего, ДТшка. Вторая. Либо на второй. Ну, либо второй на мод, да. Скорее всего, ДТшка. Скорее всего, ДТшка, да. Есть небольшие шансы, что хардрок первый. Потому что чисто на консистенции. Но мне кажется, ребята не вывезут это. Да, мне кажется, хардрок играть, когда у тебя тряска, намного сложнее даже Акура содержать в Скоро 2. Хардрок это такой мод. Скоро 2 очень интересный, что его с нервами вообще нереально играть. Ему нужно подходить всегда с холодной головой. Поэтому, скорее всего, он будет пикнут в последнюю очередь. Да, ближе к концу, скорее всего. Ребята, перестанут нервничать. ДТ2 и Кайдони джи-жи. Все правильно. Запредиктил. Плюс 100 рублей комментатору. Карта, честно, на консистенции и стаминку. Однотипные. Однотипные стаминку. Кто тут главный спидабузер? Ну, да. Эх, вот бы джампы бафнули. Я вообще после ребаланса написал, что мне халяв на 500 пп дадут. Просто так. Хотя я даже в игру не играю. Это очень приятно. Гэлл, ребята. Good luck, have fun. Карта начинается. Брейк от Миджи. Брейк от Сандрона. Пока что команды тут равны. Брейк от Скейса. Преимущество пока что у пика Мжи. Андрон, как это? Брейк от Сандрона опять. Брейк от Миджи. У Миджи очень плохо получается играть эту карту. У него 80 в курсе. У Сандрона 83. Сандрон брейкает. У Ниджи брейкает. Мне кажется, преимущество постепенно переходит в команду Остех Андрос. Сейчас ребята закомбят. 안돼. Полкомуба от Скейса и 2 кубика фк. опять сандрон брейкает еще один брейк пока что стих андроидники вырываются вперед на джиме это о о ее временем очень современный байк от 2 губика и нэнджи вот интересно тоже тоже заберет карту там халдит там будет скейс скейс колдит это может очень сильно зарешать из ребята не соберутся это не чужие брейк нет это будет какая и карта перейдет то есть их андроидник андроид на булка сдастся парень ну еще один point забрали 20 20 для командовать всех андроидники пикаем жим пикнули жим и не справились неудача сандрон смайлик чат отправил неплохой дабл тап бывает бывает главное не сдаваться не ловить дизмораль мне кажется сейчас будет пикнут альтернает какой-нибудь возможно либо она вот один песен что на мотор будет пикнут потому что да есть анну кубика это ребята хорошо стабильно жмут а у противоположной команды что-то не очень идет кого крепче нервы тут и выиграет не знаю насчет команды пикаем жим новостях андроидников как по мне турнир на опыта намного больше в этом плане да у доничь и жизни неплохой перфомансе плане турниров нам опять пикается о ей но это неожиданный пик break child там какой-то на это контроль пятерки а по такие там очень много слайдеров на карте на которых можно очень просто сб что тут эта карта на стамину 2 минуты стамина мне кажется что этот пик спокойно выиграет у всех андроидников на мне тоже кажется что ребятам на пикаем жим не хватит стабильности ах ребята если вы меня слышите пожалуйста пикните free мод 1 или на мод 3 я вас умоляю это такие бенгеры играю на стыка всем спасибо ой-ой-ой миша скинул какой-то подозрительный линк youtube кажется его нужно будет открыть ребята даю 100 рублей тому кто просто вентилятор матче нарисует ой-ой-ой какая бэкэшка но это карта межи это стопроцентная фуко это фури паф а не млекфит кейса но пока что по курсе команда о всех андроистников справляется немного лучше но не же держит сс это может зарешать а и соса не выйдет на карту но не каждая до не жжи брейк команда стих андроистников рывается вперед и скорее всего команда пикаем же мужа не комбэк не донежи уже расстроился немного тисан дрон брейкает на и же браке и не же на эта карта уже с 80 процентной вероятностью переходит команде о всех андроистники ниже брейкает ниже брейк ну скейс брейк ну со стороны к мж мне могут ослезоточиться с андро он очень богом состоянии мне кажется ребятам нужно взять небольшой перерыв как будто тайм-аут небольшой кажется поможет тем не менее я два кубика держит пока довольно таки неплохую аку ну это уже не камбэкается уже 700 тысяч разницы в скорах и point уходит команде из тех андроистники но два кубика м бракет под конец обидно ну почти фукашну 30 как будто перерывчик необходим игра как будто команде необходим тайм-аут пикаем жим очень сильно нервничает посмотри что в чате пишут на ты же сандрон пишет джиммеры идите нахуй полностью его поддерживаю так как не умею жать неправильное осуждение мы все любим джиммеров джиммеров невозможно не любить но тем не менее когда вы парнира пикается жимка я тебя выпускают не на твой скиллсет или у тебя не получается жать в осу играть хочется все меньше и меньше и это правда знаю как человек который полтора года в тильте сидел за того что не мог 165 пьем даже прожать тяжелая ситуация очень тяжелая не дай бог кому-нибудь испытать те же самые эмоции эхо ваши вот эти гены абузеры да да это все генетика это все полная генетика я не знаю если не инцидент этот длительностью полтора или два года я позже кипер спортсменом дом но не суждено видимо ребята думают что взять что пикнуть все хлопья россию о бенгер классная интернет карта выходит как считать памятник игрока арбис d4 rgz наверно четверка как буква а ну карта начинается посмотрим филком 2 кубе я изменился на меня гетто меня гетто тут уничтожит мне кажется с межей у кого-то будет фк тут сто процентов недавно рант это полетил к точно хорошая брайан не бракет скейса ой скейс брейкает зарокс брейкает тоже пока что только четыре человека держит вк обеих команд неплохой акуруси сандрон брейк сандрон брейк теперь всего три человека держат вк если ребята с командовать всех андросники по халдят скорее всего они заберут еще один пойнт так близится 1 смотр главное не спешный ну и провести просто ребята держатся относительно равны равны сандронный даркс халдят комбу сапорскую сапорской комбы пока что хватает чтобы все было не так очевидно ой-ой-ой не заметили как межа брейкает а вот это уже обидно это очень серьезный брейк теперь пока что только у двух игроков пока ну разница в очках совсем небольшая преимущество перетекло и камжем перетянули на себя преимущество если кто-нибудь из них брейкает скорее всего все поменяется в обратную сторону пока что все не так очевидно еще немного карты есть андрон с дарксом уже набрали достаточно высокая комбу тем не менее преимущество уже больше ста тысяч не заметили как миагета брейк миагета брейк ну все скорее всего поинт первый поинт перейдет команде пикаем жим да преимущество уже 200 к карта уже кончается ну молодцы ребята сандрон нахалдил нежа нахалдил там еще дарек сын опять брейк это уже не завершая жена андрон брейкает о брейк от сандрона он тоже ничего не зарешает можно расслабиться и доиграть карту главный держать акурисе он и джи кашет карту с хорошей акурисе 99 нежа молодец поздравляем команду пикаем жим с первым поинтом давайте ребята пикайте фримотик 1 и Субтитры сделал DimaTorzok Да, и Костя Хандрозников Возможно, на второй пикнице Кажется, все-таки классная карта Китория Нонсенс Надо будет поиграть ее как-нибудь Я вот на этой неделе два раза воссы зашел Впервые за два месяца Так от игры кайфанул Ай-яй-яй Пикается на второй Ой-ой-ой Противостояние жиммеров Сейчас, скорее всего, выпустят Дони Джи Джи Вместо Сандрона Карта на консистенции Здесь очень частые изменения спейсинга Почти на каждом стриме Как ты ее оценишь по сложности? По 10-балльной шкале? Да, по 10-балль Ну, карта далеко не простая И, я думаю, ну, семерочка Из-за вот этого изменения спейсинга Лично я не чувствую его И постоянно не ставлю там Ну, я думаю, ребят, хватит сил Чтобы сыграть Будем надеяться Кстати, Экскир, ты привык к Рэппит-триггеру? Ммм, да Я пользуюсь клавиатурой сентября И достаточно хорошо себя показывает спейсинга Без него уже плохо жмется Потому что стиль таппинга изменился Стиль таппинга изменился Да Я просто подумал Купить, может, себе тоже эту клавиатуру Потому что она хороша не только в ОСУ Но еще и в других играх По типу Валоранта, например Тем не менее Да, карта начинается Будем смотреть на перфоманс обеих команд Сейчас будут сразу Изменять спейсинга на первом стреме Ой-ой-ой Во, я про это и говорил Да, карта довольно-таки непростая Помимо того, что нужно контролить таппинг Нужно еще и аимить все это дело Кейс брейкает Мижа пока что идет на СС Ой-ой-ой Серьезный парень с серьезным скором Два кубика брейкает Дониджи же совсем не справляется С карты Нервничает, нервничает Тем не менее, Мижа до сих пор идет на СС Не сря турниры играл По семь штук За выходные Сразу видно опытного парня Миссы на тройках отыскеется И два кубика Ой-ой-ой Ну Мижа просто показывает Всем, кто тут настоящий волк В этом матче СС уже не будет, к сожалению Но все еще и бахает Ой-ой-ой Два кубика Прям серию Миссов сделал Ну пока что счет Более или менее равный Если ребята с командой Пик и Мжим Похалдят комбу Можно будет Вырвать преимущество Все главное Чтобы Мижа не брейкнул Когда кубика не попадает Брейкает А что, Донни, Жижи и Сандрона Не хватает комбы Чтобы перетянуть на себя Скорбар Мижа продолжает держать ФК Очень хорошая Ой, Мижа брейкает Ты накаркал Я накаркал Мижа держит ФК 98 Преимущество пока что Перетекло Уже не пока что Аппитекло Пик и Мжим Команда Пик и Мжим Если Нижа Захалдит комбу Заберут поинт Он с Андрон С Донни, Жижи Еще саппортскую комбу Понабрали Да Ребята Здесь Остех Андрозников Похренец карты Набрейкали Да Остех Андрозники Очень много Набрейкали Они же до сих пор держат ФК Все Скорее всего Поинт перешел А не скорее всего А уже перешел Команде Пик и Мжим Поздравляем их Со вторым поинтом Счет 3-2 Пользоваться Хандрозников Посмотрим Что будет На следующей карте Тайбрейкер 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 Не надо ТВ Не надо ТВ Ну мод 1 Пикается Ай-яй-яй Сейчас оценим Что это за карта Что она себя представляет Расскажешь? Очень много В карте насрано 1-2 джампов Ой-яй-яй Да-да Присутствует Пара со стримами Но они не так критичны Но здесь в основном Консистенции Аимка Вот 1-2 Если хорошо умеешь играть У тебя не ставит Проблема карта Сейчас посмотрим Кто тут Из ребят Больше всего Фармить умеет Она не столько Сложная По паттернам Сколько Стабильности Нужно много иметь Ну тем не менее Сонг мне кажется Довольно Обычным Как будто я такой уже Миллиард раз слышал Но звучит все равно Неплохо Приятная песенка Да Это что-то по типу You Say Teikoku Но не так прям Роконаправленно Я бы сказал Хотя гитара Присутствует И барабан Но Не такое Темное звучание О да Это правильно подобрал Словно Темное звучание Просто когда играет You Say Teikoku Сразу чувствуешь Это вайп Группа Да Да Эх Вот бы на пипейке Запулили You Say Teikoku Парадиса Инферно На слот Хидден 1 Это гениально Было бы Как бы Грамотно сказать Не дай бог Чтоб Мапулеры Такое сделали Ну возможно На слот Фримода Надо эту карту Просто Хоть Эверист Она все равно Классная Так ребята Начинают Карту Там прям Сходу Вылетают Джампы Прям Сначала Карта Сразу Ой-ой-ой Ну посмотрим Кто тут 1-2 Джампить Умеет Кто с Абтаркса Играл Отца всего Маппинга Ну пока что Мижа идет на СС Как всегда Турнирный монстр Ба Ну сейчас Не будет Накарков Ну тут Пока что Не на чем Брейкать Ну сейчас Будет Кяй Брейк Брейк Преимущество Плавно Перетекает На сторону Команды Пикамж Ммм 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 Мисс. Мисс же, ней же, сандро, он держит камбул. Пока. Вот они, фармилы сатаркса, сразу обнаружены. Кончается половина карты первая. Кажется, перевес только в 120 тысяч. Это еще можно камбэкнуть. Главное, постараться. Сейчас главное, чтобы не брейкнули. Ребята, из пикам жим. Мисс же брейкает. Но это серьезно уже. Это уже серьезно. Потому что перевес в сторону команды пикам жим уже составляет почти 200 тысяч. Это будет трудно камбэкнуть. Потому что карта уже закончилась почти. Если начать набрать, начиная, да, если не начать всю эсэсать и набирать камбу, камбэкнуть уже нереально. У ребят с командой всех андрозники просто не хватит камбэк, чтобы это в свою сторону перевести. Слишком много. Хочу 500 тысяч. Неудача. Перевес более 500 тысяч, это уже серьезно. Кстати, Нейдж же брейкнул. Ну, этот брейк не зарешает. Сандрон брейкает. А вот это уже может зарешать, если ребята сейчас соберутся из-за камбэк. Парень занервничал, стрим не провел. Но это уже не так важно. Не, уже не камбэкнет. Слишком большой перевес. Пойнт отходит к команде ИКМЖ. Каков шанс, что будет тайбрейкер? Очень, так сказать, равносильная команда. Ну, держатся они, да, уверенно. На равных, я бы сказал. Если не считать первые две карты. Ну, они разминочные, растрясочные. Бывает. Тем не менее, счет 3-3. Ребята с ПКМЖ как раз растряслись. На первых картах. Жесткий камбэк. Ой. Кстати, небольшой фтоп. Я все-таки жду, когда Талала подрубит уже этот конкурс красоты свой долбаный. Я туда анкету отправил. А когда... А мне там еще можно анкету отправить? А то мне ребята звали, мне лень было отправлять. Да вроде можно через телеграм-боту. Надо жестко отправить к телеграм-кету. Да надо в чате ему написать, просто воскресательный знак красота. Да-да, я видел его. А мне все лень было. Да, до Т2 играли уже. Пикается, ХД-1. Ой-ой. Начат хиддена ничего не знаю. Я сам хидден не играл. Не люблю этот мод. Знаю. Карта 240 ppm. Альтилка, скорее всего. Плюс это реол. Что, скорее всего. В игре все тут будет просто неприятные джампы. Вирта им. Угу. Темнее, не знаю. Я хоть и не сказать, что прям игрок хиддена, но... Пикнуть хидден просто зайти под пиво вечерком. Как всегда. Самое вот то, что нужно для хорошей приятной игры. Это не напряжный мод. Не хочется играть на моде, пикаешь хидден. Берешь пиво и играешь в точку. Вот это... Ой-ой-ой. Да, можно все включить. Человек-яйца на бэкграунде. И зайти на квадраты. Как Блэкшарк сидеть на... Ужимать. Карта начинается. Ранний брейкет 2 кубика и миджи. Ор 2 кубика вообще не идет по ужасе пока что. Скорее всего, на скором времени бэкгер. Сильверснейк, грейк. Сильверснейк, грейк. Не справляется, не вывозит хидден. Такой довольно своеобразно сложный мод. Его особенно сложно играть на турнирах. Да. Пока что все более или менее равно. Нежа держит камбу. Посмотрим, что будет дальше. Оттяг, кстати, на карте AR достаточно высоковат. И высокий BPM. В принципе, это считаться должно быть просто. Ну, спасибо мапулерам за это. Потому что когда на слот хидден 1 пулят 8.5 AR, я хочу просто приехать и убивать. Резня. Обычно даже 9.6 для кида на 1 это высоко. Ну, стабильная девяточка там. Либо чуть-чуть больше. Вот самое золотое. 9.2. Чаще-чаще всего. Ну, и задержит все еще фу-кам. Он может соло закерить? Ребята из его команды не особо справляются. Ну, если он фу-кашнет, может смело потом орать, как папич. Соло! Соло! Ноль помощи! Ой, если львер снэйка и сандрона вообще не получается держать комбун, эскейс опять брейкает. Два кубика тоже, да. Вот у них, в принципе, равная ситуация. Мижа просто намисал. Смешно. Карта почти заканчивается. Если нежа додержит фу-ка, так сказать, допушит до фу-ка, как говорил один известный человек. Восу комьюнити. Это будет победа для команды Пика МЖ. Это ПК от Нейджи. Соло! Нежа соло! Соло! Сюда! Нежа хорош. Единственная ФК на карте. Еще один поинт. Эскейс один мисс. Слайдер брейки задушили. Тяжелая ситуация. Тем не менее, счет 4-3 в пользу команды Пика МЖ. Тайбрекер, тайбрекер, тайбрекер. Эх, ТБ хайп, ТБ хайп. Мне даже интересно, что за карты на тайбрекере. Я не чекнул. Ой-ой-ой. Кинг Атлантис. Это что? Куб Дамина. Ой. Это... Это что-то страшное на тайбрекере будет. Карта Скорсейса. Для Гранд Финалу попалось. Ну, это будет какое-то а-ля техно с 3-масики. Ну, да. Скорее всего, надо будет флоу иметь нереальным. Кто же ребята пикнут? Скорее всего, если... Кто сейчас пикает? Донни Джи. По-моему, сейчас пикает Донни Джи, да. Ага. ДТ-1. ДТ-шка. Пошел, спидабус. Простая карта. Прожарочка сейчас. Ну, карты Клариса всегда мапаются просто. Там просто что-то ТТ поиграть там на 3 минуты. Оп, ПП-шки получить. Вот бы Хитори готова. Замапали просто. На 4 минуты в мапу пихнули. Не-е-е-е-е. Давайте Чику на 4 минуты как-нибудь растянем. А просто Extended Version сделайте все. Мне же написал Сайт Рид ФК Ватта Фак. Легендно. Нереальный перформанс выдал. Когда я захожу Сайт Ридом играть и обычно в 100К играю любую карту поэтому это требует нереальной моральной подготовки и внутренней уверенности в себе. Карта начинается. ДТ-1. Смотрим кто из ребят умеет так сказать играть Дабл Тайм. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Два кубика брейкает Карта короткая достаточно здесь лучше не брейкить. Да, любой брейк можно решать. Не справляется кубик. Даррак с брейкой пока что перевес на команду пикаем жим всего лишь 100К пока что все может измениться. Любой брейк зарешает. Ребята держат комбу пока. тем не менее команда пикаем жим лучшая курси. Скейс брейк вот это уже такое. Скорее всего поинт отдастся команде пикаем жим. Да, возможно. Ой-ой, очень умирает трансляция у нас. Мижа брейк есть. О, не заметили как Сандерон тоже брейкнул. Пока что только Найджа держит пока. Нижа опять будет кричать соло. Опять сайт ридом. Опять сайт ридом. Опять пк шнул. А что ж такое. очевидный поинт для команды пикаем жим. Очевидный после минуты карты. О, Нижа брейкнул. ФК не будет. Ну. Не сайт рид фк, но тем не менее лямс корчика присутствует. Пятый поинт для команды пикаем жим. Пять три. Будет ли тайбрейкер ребята ваши ставочки модераторы ставочку в чат. Нейджа прекрати соло керить. Во. Вторая ставка не делается. Анлак. Я про это забыл. Ну, ничего страшного. Просто пишите свое мнение в чат. Будет ли тайбрейкер или не будет. Хватит ли команде Остех Андрозники силушки воли для того, чтобы взять еще два поинта и выйти на техно стримы. По-моему, стихоандрозники уже устали. Ну, вечер. Если честно, я тоже уставший. Спать бы сейчас лечь. Ну, ничего, если проиграет, проиграет. Ничего страшного. Жизнь на этом не заканчивается, как бы. Лучше второй разряд сварщика получить, чем вот это в круге сидеть, тыкать там. Прямо первой пикнется. По заказу. Я так долго этой карты ждал. Эта карта в HDHR-чике так классно играется. только фкшнуть мне ее силушки не хватает. Богатырской. Перемеса делаю и на фкшечку эта карта не идет у меня. Посмотрим, какие сочетания модов будут у товарищей с команды пикаем жим и у товарищей с команды остеохандрозники. Скорее эскейс возьмет кидан. да, эскейс возьмет хиден, миша возьмет хардрок, а миа гетто наверно тоже хиден. Хотя может и хардрок. они же просто выйдет с этим видом фкшнят в любом моде. Посмотрим, что будет. да, мун пишет, что он тут главный клоун, но он ошибается, здесь клоун, главное это я. А я твой помощник. Я ассистент клоуна. Ну, это же скайпати. Король шут, бля. А, да, ему пишут, что третий сномодом чили. Поэтому, да, мягет, скорее всего, но моду сбьет. Не знаю, что по поводу модов у пик команды пик мж. Возможно, есть одна тактика такая, если первые тридцать карты ты мисснул случайно, просто выходишь и говоришь, что у тебя интернет выключился и карту рестартает. Это нереальный гейм, гейммув. О, карта началась. Так, Мэйджи играет с хардроком, Даркс тоже с хардроком. Посмотрим сейчас, кто кого, будет ли это финальный поинт, финальная карта, либо возможно, это Б. Хиден с Кейс, имя Гетта с Межей с хардроком. Не знаю, как ты, X-Gear, а я просто от музыки кайфанул. Я жестко уже раздегся на своем кресле. Откинулся. Ам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А Нэджи играет на мышке? Не знаю. Ооо, какой же дропчик пошел, боже мой. Кэджем, кэджем. Кэджем. Ой. Ребята, на Киае. Ооо, на Рига. Даркс, Андро, у меня гетто. Опасный брейк. Эскейс тоже брейкает. Пусть гейс брейкает. Опять война Мижи и Нэджи. Да, это нереальная война. Двух почти одинаковых никнеймов. Ебать, одинаково. Вообще идентичные. Ну, плюс-минус. Ну, звучат просто созвучно. Нежа и Мижа. Просто у обоих ребят есть буква J в никнейме. Ой, Мижа Брейк. Пока что Нежа просто на своей спине, на своем горбу, всю команду так... Пока что он в роли Аполлона держит над собой свою команду. Ой, если бы я знал японский, я бы жестко подпевал. Но я немножко стесняюсь, потому что я просто не попаду ни в одно слово, как нормальный человек. Ну, преимущество в 300к за командой Пикаем Жим. Если Нежа на горбу протащит всю команду, это будет финальный поинт и победа команды Пикаем Жим. Но пока что рано еще говорить о чьей-либо победе. Все может поменяться, если ребята с командой всех андрозники возьмут и как нахалдят комбу до конца, они же брейкнут. Но если они сейчас не брейкнут и вся команда Пикаем Жим брейкнут, то есть шансы. Но это маловероятно. Надо подставной тайбрейкер сделать. Реально. Блин, все-таки все афукап стали просто. Сейчас будет жесткий дропчик. Сейчас опять дропчик, да. Аскейс, плови чайни-лисси. Даргс брейкает. Нежа брейкает. Нежа брейкает. Нежа брейкает. Все, ребята. Посыпались, посыпались. ну здесь получается все постепенно отлетает в сетку еще ребята главное не расстраиваться надо с тузеров камбэкать они камбэкает с тузеров тот не выигрывает и кайфанат проходит по верхней сетки и выходят на команду виктор баринов все поздравляем команду пикаем жим спрэд и фаспер на аватарке команды с финальным шестым поинтом и победой в матче против команды остеохондрозники интересный мальчик самом деле было не так очевидно я думал что все будет более или равна либо командовать всех андрозники выиграет но нежа показал нежа показал просто просто соло все ребятки в чат кг отписали кто-то пошел спать кто-то плакать подушку я пойду кушать надо поужинать жестко давай иди кушать приятного аппетита что ребятам спасибо всем кто смотрел этот матч если вам понравилось наше комментаторство пишите плюс в чатик ждите нас на следующих трансляциях всем удачи ребят всем пока на кому-то и тебя нахуй дело ребята всем надо кушать Продолжение следует... 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 0 местов также достаточно хорошая курси основными остальными игроками да но к сожалению я говорю игроки мац здесь в обоих командах есть ли кто играли карту с ранг обычно остальных матча которые были в этой стадии не наблюдалось больше чем у двух человек на карте таких результатов да ну по-моему это вообще вот учи кони 1 фк на карте которые я увидел могу к сожалению ошибаться потому что не все матчи видео не первое так нас хотите время сразу пикают прямо 3 не знаю насколько это гимми пик но карта достаточно неприятно скажем так достаточно нестандартная очень много неприятных паттернов надо по снафать поводить слайдеры и это все еще во при моде что заметил на карте очень много неприятных странных рейм паттернов да это собственно я не знаю насколько считается антимод не антимод но карта в это очень неприятно запампана очень неприятный интернет но она не будет антимодом потому что нету этих вот характеристик карт по типу цс 5 или 6 и 5 картрока или китайского аэра да в любом случае карта даже так будет достаточно имриятно на самом деле для всех игроков но за исключением разве что наверное не знаю витя кинотори который такую карту должен достаточно хорошо отыграть деса на самом деле карта максимально хорошо подходит для как раз киси клуб и секоль то не очень ведь я не очень верен в том насколько хорошо я сможете у нас отыграть условно маки брони даже очень то карта прям выглядит как пик команды справа даже очень даже уверен но часто смотрим да начинается у нас ремонт 3 на сузаха выходит с хардроком cp и ждите команда слева у хардрока берут ну кстати в теории это может работать потому что эр на карте достаточно маленький и условному чиконе как раз кито проще в хардроке играть потому что дпт насколько я знаю как разских хардрок достаточно уверенно играет на посмотрим насколько это строительство где себя купит начинается прямо третий и начинается он служит довольного брейка от маки брони и defender как раз таки пока что воровая команда больше чем кафорно себя чувствовать на этой подводочке не подачка из меня на начале живет как раз первую часть карты очень хорошо команды проводят карту и первый брек первый брек ловит на сузаха на все еще два факта ее очень миссис ли они у них нет но кстати тоже не очень приятно брить конечно все еще до 2 пока на 1 против чиконе у нас сражаться бежи и витя но с этим и к броню сейчас саппорт кому брейкает хоть тропает defender помимо чиконе иди состоится хоть какой-то комбой но пока что этого мало нужны еще бреки со стороны команды секольта начиная с океана которым они в теории могут произойти но пока что все игроки веры на халдят кабу а вот ладно лампить себе же ошибаюсь маки брони да кстати это санды довольно-таки хороший размен сожалению этот брейка дефендера был возможно немножко лично чиконе продолжать жить пока это наверное самое главное сейчас для команды пикора лаверс единственно что тут немножко смущает это то что увидите есть очень хорошая саппорт комбай в лице сузуки чиконе сужели кажется на стороне своей команды один скобой находится ну 100000 пока еще не прошла так что это все чекам бэквально если у нас видео условный брейкнет то есть будущая шанс у пикора лаверс но видя пока что более чем комфортно себя чувствовать девяносто девяти восемь процентов курсе на карте буквально одна-две сотки словил думаю нельзя брейкать до пандыру ему и маке брони есть места до пандыра сразу же разменивать сузуха на самом деле достаточно неплохой размен был потому что за сука по комбе ввел но вот тут уже теперь же кстати вливается тоже нахладил саппорт комбо а вот брейк маки брони здесь был достаточно лишним потому что в очередной раз у нас чиконе от этой дисне с комбою там еще на места у нас немножко макерой как раз таки места также сузуха очень много да но главное что себе жди поражает ходить хорошо парком вы еще более важно то что ввесе ты еще более чем комфортно себя чувствует . не конечно тут тоже очень хороший перфонс показа хардроком тоже хоть замечательно курсе нас 9 6 держит пока комбо больше возможно сейчас будет подраться ваше преимущество но тут проблем то что не намного больше все же все часто но скоро лежит как разки на игрока который держит пока то есть на витич кони и вот как раз ты в очередной раз у нас брейк это очень много маке брони брекет defender я так понимаю уже у нас до конца будут обкашить витя и чиконе как раз таки и здесь проблема что это сузуха брейка то степи же достаточно неплохо у нас заходил пока есть брейк от сожалению и спешит у нас сейчас он но видите закрывает на пока карту чиконе скорее это же его будут будет в этом плане поддерживать но и здесь все же они сочетания планы чиконе карты буквально последний слайдеры брейкает но тем не менее даже без этого из бомбинать в город да но кстати видите времени более чем уверенно закрывает карту на фк 5 соток замечательный скоро от него чехоли также не будем списывать со счетов хардроки данная карта еще сложнее становится на почти фк что но все же саппорт игроки в лице си пиджи и сузуки оказались сильнее нежели чем у пикора лаверс и собственно да забирает свой пик и сиколь счет 11 не пошла не пошла карту маки брони да там сожалению очень много написал хидане не очень верно сыграл но в любом случае тонканул как говорится да как еще карт века есть определенный пул карт и собственно из него пикаются как раз каждым игрой каждым капитаном карты к сожалению мопул показать сейчас на стриме мы не можем там по идее можно найти где-то линк конкретно с моим счетом где будет полностью пол указан пикается нам 2 мне кажется команде слева придется проходить по всем с картам требующим скорость жимку потому что слева команда конечно мне кажется не выглядит фаворитами таких картах ну знаешь честно про ну вот вторую я бы так не сказал как будто бы справа есть игроки которые смогут это сыграть тот же сузах он видимо сейчас пошли карту смотреть ну ладно сейчас подождем пока что но у команды слева мне кажется не менее слабый состав не у них 100 процентов караски более чем уверены ростер будет победили еще уверенность показывает муки брони а там справа просто никого не волнула потихонечку заходит на свете заходит сузуха ждем какого-нибудь третьего игрока возможно это быть и потому что пока учитывая то что шедевр не вышел на флимон 3 меня вот наводит на некоторой мысли что либо его он сейчас не присутствует матча либо же как-то ему не уверена пока данный мопул дается но плана с ней все же выходит на шедевр на но мод 2 возможно но на 3 моде третьем были игроки в плане на то что в новом моде вышел витя который да 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 шедевр скорее всего если бы играл это смотреть это в новом моде и на хидден игрок кстати тоже очень хорошо сыграл поэтому видимо нашлись люди которые сыграли это получше но на сторону приковер пикора лаверс у нас выходит федотов почему-то я ожидал что будет околебова потому что я знаю что он специализируется на снимах но видимо на данной карте федотов себя чувствует получше поэтому посмотрим вот второй пикамады пикора лаверс начинаем плоха фан улафан второй но вот второй честно по моему да это первый раз когда данную карту буду видеть очень неприятная карта сложность больше состоит в том что требуется стамина у меня кажется даже больше проблемов во флоу парка но здесь бпм относительно небольшой я скажу так поэтому да вот собственно уже начинается флоу стримы шоадевр на одном из них не снимет очень сильно перу брейк ловит как раз и на карте сузуха его на другом стриме мне нравится не такой чередный сайт сейчас очевидно смысл где-то ну нет вместо этого маки брони нас где-то избэшит да но и пока что остальные игроки более чем комфортно себя чувствуют витя и федотов все еще держит сс у нас да ну конечно карта парфлова им чисто все же бпм здесь оснастительно небольшой особенно для такого старые там поэтому поймите придется знатно но ладно в любом зачем у ее маки брони очередной миссы допускает ну справлюсь ради даже так преимущество все еще есть на стороне каратских лаверс учитывая то что наш шедевр и сузука вместе с ним тоже дропает комбум да пока что маки брони абсолютно карта лидит очень много чинмисов ловит но с другой стороны на стороне его команда есть как раз два пока это федотов и чикони в то время как на стороне команды и сикольцев а лишь одно пока где продолжают как раз к мухал здесь пока что нет мне больше игроков которые захолдили бы комбум а ты вся еще опередим так что посмотрим пока что ой-ой-ой федотов у нас все время не ошибается еще немножко фейме слове чикони тоже ошибается подожди внезапно в один момент буквально дроп от все игроки команды пикора лаверс и секольд сейчас большие шансы вырваться вперед на витя живо это уже не вовремя сухо единственно с тобой в лобе иметь шансы камбэк на немножко сход для своей команды шедевр ой-ой-ой лишний чем миссия абсолютно а маки брони уже заползил десек ломба нет да но сейчас как бы абсолютно нет но минимальное преимущество на стороне команды пикора лаверс есть 3 карта остается до констанции чеха бэк видно для и секоль там что еще ничего не решено данной карте забавно что всю карту очень большую проблему шедевра с аккуратнее сейчас главное чтобы он кого халде потому что условно маки брони очень много пошли и мясов допускается но вот суда в районе не дожимает видимо достами накончается визит также ошибку допускается заходил соответственно с камбой в то время как фитосов как раз и вырывается вперед это очень небольшая вот такие чудеса абсолютно не нужны сейчас какие у нас показывает шедевр суха конечно поражает холодить но если шедевр продолжительный сайт то не придет скоро на сторону команды если кольц да а то время чик коник раз и федотов что примечательно очень хорошо у нас захладили под конец неплохую камбу имеют и уже стопроцентно можно говорить что даже есть они заодно подучи миссы то будут забирать свою карту чему-то сожалению писать на одной тройке но федотов достаточно верно заходил по кому под конец и статя до конь и был пик могло быть как у тебя пик команде справа так слева но федотов молодец заходу конце забрал такой я подкерен немножко свою команду как краски собственно даст натяжечка но забирает у нас поинт пикора лавер счет 21 все же я я честно изначально не думал что ман второе таким уверенным пиком будет но главное что они его забрали поэтому все хорошо что вы к сожалению карта абсолютно не пошла не знаю возможно просто не не получилось ее сыграть либо у них не было третьего игрока который мог бы ее сыграть лучше чем шедевр но любом случае пик с и хидом 2 и вот это та самая карта которую если кольт наверное должно забирать самым большим разрывом да у команды слева очень плохо с этой картой мне кажется них нет игроков которые могут закрыть эту карту на фк но пока это уже совсем другое дело в целом просто единственный хороший скор который скорее всего здесь будет это от маки брони просто не знаю кто еще сможет достаточно неплохо сыграть на стране пикора лаверс думаю чикони может быть нет 300 400 тысяч пути до беда я бы на такой скор ну тут уже посмотрим тут уже надо просто смотреть какие остальные скорую у других игроков так прямо сейчас обсуждают на состав как раз таки на данную карту пикора лаверства время как тикульта уже более чем время выпускает естественно шедевра еще более естественно витю в целом возможно даже этих двоих уже хватило бы чтобы закрыть данную карту но это не знаю тут что угодно может произойти да все же чикони у нас заходит лобби за пикора лаверс теперь становится третьим игроком ну и тут да довольно мощный роста справа на эту карту тоже интересно команда могла противостоять тем в данном турнире вопрос на самом деле очень хорошие учитывая то что в целом витя считается одним самых лучших гиммиков игроков наверное на данном турнире шедевр также в этом плане не отстает также очень сильный игрок то что даже не знают на самом деле я хочу понять к тому что нет это лучше лучше роста на ими карты ну кстати есть есть салин киллай команда у новелла наверное они бы показали здесь также очень достойное сопротивление но к сожалению не в этом матче они встретятся возможно еще где-то на протяжении турнира видим но пока что пикора лаверс придется у нас противостоять этому мощнейшему ростеру у нас обижив кстати у нас эти времени где-то ранний брейк допустил по курсе пока что не очень уверенно себя чувствует но слева команда очень тяжело по курсе да но спальнистр ради по комбе они пока что немножко выше смотрим сколько это продержится конечно но кажется да вот уже чикони первую ошибку сожалению допускает на остальные пикор лаверс начинается что-то вроде я пока что все с ним игроки уверенно справляются секция немножко ридинга и не сын же федотов допускает ошибку пару но от места им ноу права команда обещает митая да там окажись по курсе очень похоже себя чувствует по сравнению с команды слева я в афиге как там себе жди видите эту одну треть пробили почти на ссс это окей это это было впечатляюще ну ладно окей хорошо чикони у нас еще одну ошибку допускает очень все плохо на стране команда пикор лаверс плане о курсе я не буду говорить про компон на самом деле если говорить про как будто окей хорошо у нас витязь первую ошибку допускают свою все еще есть конечно фкан у шедевра да конечно с такой же проблем но если посмотреть слева туда же не настолько все плохо лавна шедевр дропы своем фк здесь конечно ситуация могла бы быть очень и очень если бы у секоль то не было преимуществ почти 500 тысяч извините меня и все еще очень хороших комбы на смеси пичди да конечно на старе пикора лаверса есть все еще маки брони на самом деле даже федотов чикони уже достаточно неплохую кому подхвал дили но преимуще слишком большое маки брони теряет свой очень хороших обувь как раз таки шедевр ошибается витя ошибается на себе жип больше чем комфорт себя чувствую комфортную в концовке данной карты живая светотов сживается маки брони наконец-то брекает но здесь уже ничего не решает 500 тысяч при устья как были так и остаются если кольт да более чем уверенно у нас забирают данную карту счет 22 все-таки сбылся мы предикто 300 тысяч чикони на хитон 2 произошло но не справедливости ради не самый плохой скор честно то есть возможно быть против них какая-то другая команда они бы смогли забрать но к сожалению против них cpsg который допустил пару ошибок в начале и дфк шел карту витя ну и также шедевр который ну слишком у них сильный ростер на такого рода карты в любом случае да но вот пятый у нас сразу же пикается команда пикора лаверс продолжает у нас будут как раз к спида буз ты же почти каменька снают он кстати у каменька если я не ошибаюсь по курсе похуже было там и ручка да у него пока на него вроде в 93 процента было короче а здесь успехи вообще все прекрасно у него 96 97 что для такой карты достаточно впечатляющее наверно будет на одна из лучших как курсе в целом статистике среди всех марочек в любом случае пока что у нас дом от 5 пускай снова снжо поиграть как раз таки визу хай витя будет будут оставаться в лобби ищет пока что третьего третьего человека у нас пикора лаверс третьего федот возможно дадут немножечко поиграть новичкам не знаю там колебоба например ну так просто я не знаю присутствует ли он вообще колеба присутствует просто его закрывать на карта на которых он должен играть то же самое федотов на моде втором показал наверное лучший скоро в лобби поэтому но там как минимум в своей команде да у него был самый лучший скоро собственно сейчас у нас снова федотов возвращается немножечко пожать ну и пока что да дал должна эта карта прям уверен отходить рекору лаверс все же как мы уже увидели на протяжении всего этого матча как минимум в жимке они ну если не на голову только минимум на половину выше если кольта на любом случае начинается на мод 5 там только сенджи надо немножко подгрузить так можно это панч панику надо сенджи он не загрузился все спасибо и все поехали возвращаемся на но вот 5 как раз таки возвращаемся видим что у нас федотов тут раннюю ошибку допустил пока что справа будет у нас находиться преимущество после первой секции режима уделению чипа неплохая курить почему скорее всего не очень бп мы пока привык уже восстанавливать себя потихоньку о курсе видов очень много соток друбает на камбу главное держит покажу все игроки на самом деле кому держит хотел я это гадать к сожалению у нас сбэшит карты про слайдеры естественно как и любой но мы спрятаем случая ее на даблбрейк придет а вот этот петель джо до единства свека у нас остается нужно х и ситуация для если кольта уже неприятная маке брони чикони продолжает колдить в качку не очень хорошо себя как музыкали знает это пучоком буквально справа какие-то увидите до битя немножко прожает камбэкать но там маки брони кстати чин миссы небольшие словил видов имеется небольшая стопор комбанчик они продолжают также холодить пока уже у него лучшая курс а не кстати услуги на самом деле лучшая курса в обе я чуть не заметил 90 процентов держит я еще результата него нас для него допустил где-то ошибку и брони очередной брейк и пока что 200 тысяч преимущество на стороне команды пикара лаверс но по идее ну хотела с такими бриками маки брони и федотов который там раз и на одну и наград местает теория то может быть камбэк каплина если внезапно чикон не решит весны потому что компа покажется на станете кольта очень уверенно и меня если в целом скоро должен сейчас будет переходить на их сторону потому что видео очень хорошо только будет накладил вместе с тенджей сутоке в маки брони очередной брейк совершает лишний сейчас на на самом деле ошибка на нас тут как ошибается и дата вшивай свеже ошибается у нас борьба сейчас чикони против витя витя тропает первым как небольшой 5 до чего не также у нас позднее дроп ну не будет настолько на данной карте но тем не менее 200 тысяч преимуществом и корр лаверс забирает нам опять и пока что достаточно ровно на самом деле борьба команды более чем верно забирает свои пики как более чем уверенно на на моде втором боку была борьба если я не ошибаюсь а федотов конец окопил то все верно собственно по идее вот на этой стадии матча у пикора лаверс спида босс должен был закончиться но тем не менее у команды справа тоже нету больше таких карт ну смотри у них есть еще в теории и нам 3 у них все еще есть в теории у нас еще хардроки вообще не открывались давай так все еще у нас они поди у нас надо борьбать данному 3 в бане извиняюсь она можешь напомнить пожалуйста какой-нибудь второй там бан был 2 2 2 есть примут 2 но мне кажется есть примут 2 на самом деле да здесь один одна из из карт которые более чем сто процентов будут пикнута команда эти кольт возможно даже прямо сейчас на пока что обсуждают видимо есть какие-то карты на замену скажем так примуту второму карты будет у нас hidden 1 до кидом 1 решая дальше у нас пойти по киду нам вот хидом 1 кстати на удивление по-моему я вижу в первый раз я тоже если я не ошибаюсь вот в прошлом матче который буквально был до этого он пикался на к сожалению я не успел там посмотреть там уже кать самый конец карты был если не ошибаюсь кто-то давал крестику карте о том что здесь есть даже в курс ты карта возможно даже будет снова цель а посолу даже можно определить что карта основаться на хайби крем джампах и памятными берстами ну вот как раз кипа сонга звучит как как что-то что в теории могли бы пикнуть пикор и лаверс но наверное разве что не будет здесь хидана потому что хидан очевидно один из самых слабых модов у пикора лаверс но по своей структуре карта как будто реально больше подходило бы для пикора лаверс но посмотрим я не думаю что здесь будет прям какие-то длинные версты как у нас на основном но моде пятом было жим паттерном по идее должно быть немало посмотрим как не с ними справиться сикольд теорию пикора лаверс даже будут здесь некоторые шансы хотят скрете сыграть на том что арта играть скидания на этом все же уйти кольта по моему хидан у них скорее всего самый сильный мод я бы сказал у них просто в одно лицо витя может весь хидан караски вот чисто из-за вити можно говорить что их это их самый сильный мод а также и шедевр они стоят список с счетов и спиджи естественно на хидан у них очень сильный ростер один сильнейших на этом турнире как минимум это сто процентов ставят для не с этой карты сейчас караски виде начинается хидан 1 начинается он покажет не очень уверенно для шедевра очень много в курсе дропы вместе с федотовым начальная стадия карты тихонечку вливаемся во вкус привыкаем к еду на пока что у нас никто вначале решает не брейкать за федотов разменивает сейчас еще одну ошибку допускает потому что минимально будет оставаться на стане секунда хотя все пиши ошибается пока что не идет они абсолютно карта как это было но на самом деле как было в химии втором то он тоже вначале повезло потом все концовку покажем таки topscore ну как вообще это возможно для него это нормально как раз посмотрим любом случае маки броню оставлять иконе есть известно пока на стороне команды пикора ловерс и смотря на пике свежи акурости у него до этого момента не страдала было в принципе довольно стабильной да и вот здесь караски видимо то что карта достаточно как бы прямо с немалым количеством бюстов это сказалось на перформасти теперь ждите и шедевр сеть у нас тоже ошибку допускает сколько все очевидно еще покажет на этой карте маки брони очередной мисс и у нас чико не противите 2 пока держит у нас оба игрокам убить и очень хорошая акурси да да ну чико несомненно тоже 99 процентов еще то что ближайший там для это 98 и 3 у шедевра достаточно хорошая курси у него и маки брони на вы ни на чем должен на этом хотелось сыграть команд справа на том что хитин будет мешать кого ли спела но собственно да вот маки брони пока что не очень верится чувств мне кажется почему то что именно этого макеронии не идет карта но там двойный брех нас время справа произошло что это ваш степи теперь ответ по этим кем краски ошибаются там чудеса мясной степи и на самом деле вот это уже ситуация не самая приятная для сих порта потому что да конечно я совместно чикони то мы преимущественно моментально станет у них на стороне но здесь замечательно то что есть очень хорошая спорта мало лица федотова сакурусе у него есть проблема до 95 процентов всего лишь но тем не менее данная кого сейчас очень много решает потому что буквально секунду на секунду скоро должен будет переходить на сторону пикора лаэрс из-за как раз когда мы брэка штевра и степи дим нас еще видите там о курсе дроп на на самом деле ой ладно тут ошибается вики брони шваса все саппорт теряется саппорт комбо пикора лаверс у нас теряется чикони в очередной раз и диск остается с комбой на стороне своей команды не мешает шедевр да но спиже и сейчас на самом деле есть неплохая саппорт комбо чтоб немножко перевести скорби перед своей сторону как раз таким у нас когда-то в черную ошибку допускает на кивроне в этом плане подержи да слишком много щит-местов как раз как от максим от максона и федотова степи же тоже свой саппорт мы теряют но в этом плане как то что же более хорошо играет у нас как раз таки шедевр и степи же потому что если на шедевр наконец-то в этом плане вы поддерживаете вот он будет справа команды могут начинать справа набирать ситуация такая что примусья 50 тысяч всего ли всего лишь 40 тысяч уже даже если бы брэк саппорт игроков как раз не может сильно у меня нет времени карты а все это последний спиннер да чикони и витя в очередной раз два фканы и в очередной раз в этот раз как сказать немножко неувереннее но тем не менее лучше сыграли у нас игроки команды секоль шедевр исти пизде ну и 2 фк чикони и витя замечательная курсе замечательные скоры в целом по своей сути команд каждый у каждой команды есть хотя бы один скоро который вот чуть чуть не хватало командам для того чтобы забрать breakpoint да здесь тоже как бы то странно не звучало но здесь у нас идет борьба и конкретно саппорт игроков потому что core игроки в лица витя и чикони покажут себя более чем уверенно показывают в очередной раз на фк открывает карту так что да здесь как раз в основном все лежит на саппорт игроков на саппорт игроках это плане шедевр и жить теперь же верно себя показывают в любом случае саппорт игрокам очень нужно собираться да это правда у нас эти время счет 33 пока что дорога у нас идет к тб скажу так все еще у нас размен пиками происходит я по-моему сейчас была самая близко карта для того чтобы стать первым breakpoint там и тем не менее его все еще не произошло кто знает спида бус у пикора ловерсов закончился в теории сейчас как раз и может быть такой один не сам удачный пик который закончится фрикпоинтом для них в итоге посмотрим дт-1 решает пикать тоже вполне уверенный пик для команды пикора ловерс однако не такой уверенный как те же самые дз3 и на 5 да все же дт-1 это уже та самая карта которую смогут сыграть достаточно неплохо скольт в целом скажем так конечно делать ставку на то что да все очень надо объективно составу пикора ловерсов сильнее но если говорить про дт-1 то вот здесь уже очень хорошо себя могут показать в целом все игроки скажем так и состава пикора ловерс и состава если кольт и у нас как раз сейчас выходит с энджио в очереди да у них это видимо главный один из дт игроков которые на все дт-шки выходят интересно а пить они выходят на карту почему видите не выходят на карту почему вопрос на самом деле хороший видимо шедевр почувствует почувствует комфортнее чем видеть на этой карте увидим да но либо у сенджо скоро получше были нежели у вити посмотрим не знаю что это какие проблемы у вити возможно есть с аэром я по-моему r10 3 он может читать хотя могу ошибаться я карта довольно неприятно зеленая р считается довольно тяжело сам я играл сам знаю надо в любом случае федотов нас первую ошибку в лобби допускает еще одну ошибку допускает хорошо между первых трой перерывчик небольшой как говорится тем не менее пока что дакия еще дело не дошло потому что уже на нас стране сикольта федотов еще на шефа допускает пока что не идет у него данная карта маке брони на тут же в начале киа я поддерживаю своего тиммейта сухо ошибается а я ек полно компрессата да и подступать чикони которые такие карты и до любви он гораздо сложнее карты такого рода фармил здесь как раз к уже побольше части на карта по типу дт-1 играет роль то что кони если не шва сейчас 6 в мире как раз естественно такого рода карты он в любом случае всегда сможет хорошо сыграть в основном до 99 6 процентов кашу держит только все еще камбы в лобби больше нет ну да есть опорта от маки брони шедевр из сузова также потихонечку продолжает ходить камбусу к сожалению ошибается маки брони тоже но здесь сидишь просто на том прыгнет чикони или нет и пока что вы учите собирается это делать звук еще один месте времени ловит до времени наибольшую камбу в команде теколь начинается 2 киа и маки брони в очередной раз очень много щит мисок ловит но здесь хорошо для него что во-первых комбористят полные секольта а во-вторых чикони все еще дешевка там просят говорить меньше про чикони нужно так курс не работает на такую мне кажется ой не испугался курс не работает на подобный игрокам да все же как бы я не старался к сожалению даже учитывая дебафф от курса чикони все очень слишком силен на dt1 и да я хочу делать пока уже 500 тысяч преимущество надо будет прожать увеличиться потому что есть капа на стороне стенжу была до этого момента как бы усиколь то маки брони федот на одной ноте миссает но чикони самое главное закрывает данную карта на фк скорее всего 12 миллиона скоро будет до 400 и буквально если не шевать до 400 ким а чикони полкома очень приятно видеть пара на перформанс да но и все же как бы что я там не говорил про то что эту карту могут сыграть все из команды секольда в целом я был прав на самом деле если сравнить с маки брони федотовым overall и секольд сыграли данную карту получше но все же забывать про чикони надо теперь им это точно не то что стоило бы делать в такой ситуации в общем-то может что-то проект перформанс чикони если бы не тот самый скор на х2 возможно мы бы увидели миллиона в.г. ну кстати не знаю все время все еще не закончился но посмотрим пока что у нас любом случае дело идет к т.б. ошибку в пике пикор ловер все еще не совершают и здесь как раз игра идет до того кто первым это ее совершит даже несмотря то что сейчас пика секоль то надо максимально ответственно к этому выбору сейчас подойти потому что любая ошибка даже малейшая выпустит пикору ловерс на матчпоинт ну кстати говоря как что могут двигать команда секоль нм3 а да конечно нам 3 я я обязательно запомню что у нас нм3 в бане ну прямо второй до сих пор не пиклась карта прямо первый кстати там же каменный катаба но прям он первый на самом деле я не очень уверен честно достаточно родом на карта я бы сказал все же пик от у нас примут второе да а там еще кстати да и нам 11 лет был там правильно в чате кобра говорит у него там 400 тысяч было если я не ошибаюсь примерно так что увы любом случае главное что этих скоро хватает для того чтобы пока что держи победу на как минимум своих пиках и вот сейчас важный вопрос такой а смогут ли они одержать победу на этом пике оппонентов ремонт 2 на бумаге конечно у иси коль опять же здесь должен быть непобедимый состав но как мы уже видели не самым уверенным способом на забирает покажет свои пики секоль то что в теории здесь все может поменяться через этот перформанс игроков вон за слева потому принципе если чего не берет хардрок но мод и хитон это хороший вопрос а кто или даже будут овермодить играть по хардрок скорее всего да здесь снова будет овермод хотя вот учитывая то что не выпустили defender у меня уже тогда некоторые вопросы появляются чикони сто процентов пойдет хардроки это прям стопроцентный факт а вот какие моды пиктон остальные игроки скорее всего маки брони пойдет у нас в новом моде либо же тоже в хардроки я честно не знаю насколько он уверенно себя будет чувствовать можно затанчит хитине отдав хардрок дотова 2 а ну кстати да на фреймоде 3 также и было ну кстати честно я не особо знака федотов хардрок 2 играет ну ладно любом случае секунду на секунду у нас начинается карта уже глуха фан прописывается в чат лобби и смотрим нет все же решают нас маки брони отдать но мод федотов с хиддоном то время какую секульта доделаю ставку на то что витя уверенно закроет на пока в новом моде теперь здесь хирином понятно по его кинуть 2 перформанса и суд уха с хардроком очевидно ну и да с такой комбинацией секульта состав очень страшный честно у них все игроки на моды усимы все игроки на своих скажем так модах очень комфортно себя чувствуют посмотрим могут ли с этим справиться пикор и лаверс пока что у нас федотов ранее ошибку уже успел допустить пока я говорил степи тоже даже сейчас миссает как мы уже видели поэтому человеку он умеет удивить под конец карты маки брони федота в это время ошибается и вот чекунец на самом деле тоже мисс совершает конечно в этом плане вообще карту у всех абсолютно много миссов на ну там потихонечку пытается асфальди конечно но витя в очередной раз все еще держит пока начинается неприятная секция слайдерами пятерки краски пока что здесь не справляется нам витя немножко соток дроп но ну ладно в любом случае среди в страде сейчас слева достаточно неплохая комба есть у всех игроков абсолютно cphd ладно у сейчас cphd и федотов ошибаются есть саппорт комба у маки брони и чек кони но здесь ничего не будет решаться до тех пор пока не брекнет витя либо пока не очень сильно набреков cphd и сузака но для этого надо охладить абсолютно всем игрокам пикора лаверс и чек они с этим не справляются маки брони и гидс на остается с комбой у нас пропал интерфейс но это ладно сейчас починиться надеюсь быстренько я пока смотрел принципе разница не разгромная но мне кажется все равно не приигрывается пока увидите есть компа да это в этом самая главная проблема потому что допустим сузу хоть сейчас очень хороший сбор комбу на холдил и здесь даже одного его достаточно для того чтобы оставлять преимущество для своей команды вот видя стать ошибается вот это уже ладно нет все равно слева как мы абсолютно не сузу к сожалению тоже ошибается теперь кому в лобе абсолютно нет а вот примусья в 300000 на стороне из секольта есть за счет того что витя дофк шел 2 3 2 3 карты поэтому это уже не берется да нету комбы у команды слева и огромный разрыв не дадут им получить брейк по им все же всю карту совершались наши ошибки игроками пикора ловерс и все еще продолжает совершаться и и федотов очень сильными сад сейчас сид не как раз таким ну и все пиши конечно разменивать но тут вас нет и неважно здесь все решились на том моменте когда вести решила спорта кашет две трети карты и все подходит к концу тем временем карта 320 тысяч преимущества все еще на стороне стекольта и 44 пока что более чем опять же у нас забирает картой забирают команды свои пики все еще не дадут у нас брейк поинту случится не секольта не пикора ловерс и если так посмотреть на оставшиеся пол остаются только coin flip пики потому что что команда справа что команда слева остались карты которые играются плюс-минут на консистенции следовательно очень напряженные остались четыре две карты до таймбрейкера там кстати очень хороший фидбэк сейчас у нас пошел по поводу кастомки нашей ну ладно в любом случае перри даем привет нашему маппера но весь весь фейсбэк принимаем главное чтобы он был конструктивный объективный все будем пытаться сменять чтобы он сказал что у него хотят на карту хорошие ну не знаю на козы драфте вот там финалы были у него он хидан третий я будучи не хидан игроком заценил карту она была приятная но там и хидан игроки которых я знаю ее тоже заценили поэтому все хорошо и у нас пикается с этих 2 методом научного тыка аля ролл 2 пикается у нас хард вам принципе одна из тех карты про не является конь ну нет она петель от купивом потому что справа тоже могут выйти и сыграть а хорошо то что у сузуха но сузуха целом дорог игрок так что мы здесь более чем комфортно должно быть здесь уже вопрос скорее пробить виси пизде ну что как потом и странно не звучало но я честно не уверен в том смогут ли они здесь хороший перформанс показать в чем я уверен так это в том что в чеконе такого рода хардроки такого рода карты хардроки любит играть в чем любит играть достаточно неплохо посмотрим любом случае пока что с третьим игроком последним определяется на спекора лаверс может буду пускать defender а потому что это все таки не разу здесь матча не показался хардро а нет и выходит ли дота что странно на самом деле мне казалось что у них заход рок конкретно будет отвечать именно defender но видимо после примода 3 решили сделать вот такой твист небольшой в сторону того чтобы именно федотов играл хардрок но смотрим карты с не ошибаюсь звучит как даже кажется больше подкрыт картрак 3 просто со статами от друга второго да и на самом деле от этого карта еще страшнее даже звучит если честно потому что техно любое техно неприятное играть а когда там еще настолько большой цистую останется в несколько раз только противнее но и посмотрим допустит ли у нас первая ошибка как раз сейчас пикор и лаверс выпустит ли и секольд у нас на матч-поинт посмотрим у нас получается уже ситуация такая что в любом случае кто бы эту карту не выиграл как минимум матч-поинт один будет который дтб скажем так буквально best of 3 матч сейчас у нас будет происходить ну и поехали начинается тяя потихонечку у нас пока что все игроки халдят комбу халдят пока федота первую ошибку допускает очень плохо им им карт это чувствуется я спросил курти халдит пока что справа никто не хотел брэкать до этого момента степи же первую ошибку на стороне секольда допускает макебро него в этом плане поддерживает немножко не влетает у нас бёрстик видите и сузуха продолжать держать пока есть некогда проблемы с аккуратностью сузуки но главное что кого геймит чего не тем временем единственность пока остается есть саппорт комбо от фитотова конечно с очень неплохой а к но тем не менее комбо из комбофитов сожалению ошибается чикони тоже ошибается и тут пахивает наконец-то первым брэкпоинтом очень сильно меня удивляет то что у кого слева не идет арта ну там кстати да видимо я не знаю насколько defender бы хорошо ее сыграл но здесь полем в том что чикони также ошибся и скоба остается маки брони витя кстати сузу хотя время бренд или подожди и стой треть карта впереди есть очень хорошая каба от маки брони и чикони маки брони брейка чикони нет но разница уже довольно внушительная разница конечно 160 тысяч но в теории я сейчас еще парочка ошибок он произойдет прервал сейчас дабыл брэк обрисована прожди полно к бурсетов и секольное происходит на киболе не брейка сейчас абсолютно за брейка команде карла лица и стали не хотят кбк данную карту сети ошибается чикон очень-очень весомый брейк федотов единственно с комбой преимущество буквально 9 до маки брони еще один брейк совершает витя тоже ошибается но здесь проблема в том что блин если вы чикони не брейкну скорее всего им бы времени хватило потому что федотова очень хорошая форма как оба под конец взялась преимущество буквально 60 тысяч и двойной брейк маки брони и чикони будут ознаменовать то что это у нас первый брейкой наконец-то в матче спустя 9 пиков и секольд забирает первый брейкойнт выходят первыми у нас на матчпоинт очень неприятно для команд его какой звук а там видимо с микро что-то я не знаю честно что звук ну видимо что-то с твоего микро возможно пошло ну ладно можно любом случае наконец-то первая ошибку пике допустили счет 54 пользу и секольд а и вот первый раз да очень большой ситуации каком он слева но также для команды справа потому что и сейчас надо пикнуть ту карту которую они заберут как я говорил карты сейчас просто но он клип да и в этом проблеме как раз киев по-настоящему сейчас будет просто рандомным да и тут как раз киев в том что они не под меньшим напряжением сейчас находятся у них есть сейчас шанс захочет матч без тайбрекера краски что для них будет самым идеальной ситуации но если они его проиграют выяснять если они проиграют вопик как минимум будет айбрекер может немножко даже на мораль сказаться кто его знает для нее про игроков в этом плане ничего не могу сказать и решать пикать нам от 4 решают нафиг нужны ваши генерики нафиг нужен и нам 1 нафиг нужен хер один когда есть но мой 4 но мочит от 3 планы с людьми все ради насколько я слышал а фидбэку эта карта считается одной из простейших пули на удивление несмотря на то в каком случае она стоит и возможно чтобы первая карта на которую выйдет по умению колебова потому что очень нужны ли у него есть скоро этой карте и мне кажется что возможно этот пик команды справа был даже немножечко таким забыл я про эту карту и ошибочным карта также также остается под них дело есть очень даже неплохой скоро и вставал саппорт игрока настоящая самая настоящая рулетка из-за того задушит ли нервы игроков но тут уже ситуация такая что может чуть-нибудь подушить на самом деле как-никак у вас 54 счет буквально тут все или ничего конечно не нижняя сетка но в любом случае не хоть я думаю ни одной из этих команд мне хотелось бы оказаться сразу же с первого раунда нижней сетки даже оба состава достаточно сильны и как мы уже успели заметить на протяжении всего матча поэтому любом случае проигрывать никому не хочется пишет что битя сайт ридик будет в теории на самом деле я не знаю как она как она хорошо сопередиться или нет честным мы не будем забывать что это витя и это тот самый игрок который известен своими плейми как раз кино тех на картах на гиммик ах поэтому теория сможет стать устраиваться и сайт ридом как приятно посмотрим начинается последний пик данного противостояния сто процентов у нас либо и корр лаверт будет управляться в нижнюю сетку либо же ты брекер посмотрим начинается на мой 4 а эксперименте бродище на чем не словит очень не нужен на самом деле брейк нет и приятно федотов еще очень много аккуратности дропнул на этом стремя как раз таки ладно это самое начало 20 пиздец на самом деле сейчас ошибку тоже допускает а это более весной ошибки то что карта уже близится середине ну там слоу парт заканчивается сейчас должен должен будет начинаться хард парт как с ними игроки справятся так подводочка немножко по иметь справляют не почти справляется слайдер всем всем и ки брони черную ошибку допускает как все еще держит игроки команды сиколь начинается киа и никто не хочет на этих лидерах дропать на удивление все все еще холодят камбу и вместе с этим все еще холдится преимущественно стране команды и секольцу звука ошибается оставляет в битю последним с пк на стане командой секольт не очень приятно для пикора лавер ой для наоборот для и секольда карат и для пикора лови все тем более хорошо ошибается теперь здесь на советского в то время как чиконни федот продолжать же 2 в капли маке брони имеется очень хорошие три три версии маке брони федота ошибается тут ошибается тебе же кстати это пробивает есть еще шансы на камбэк приму что минимально 65000 если чиконни сейчас ошибается то секоль будет забирать данную карту но ошибется ли он вот это уже очень хороший вопрос начинается последняя треть потихонечку переходим к разу последнему киа и буквально сейчас все весь перформанс пикора лавер держится в руках одного чиконни как-то был напряжение всего матча и надо последний раз уже закерить до конца чтобы выпустить свою команду на тайбрейкер позволить играть еще одну карту начинается подводочка остались стрим маки брони в 4 раз ошибку допускают чиконни продолжает держать футка есть очень хорошая команда самом деле часы на стороне истекольте чиконни продолжает держать футка и сузуха очень большой чинг-мисс ловит это был огромный мисс есть конечно все еще витя сипежиском во но без брейка чиконни здесь ничего не будет решаться преимущество 100000 имеет неплохо внимание есть сузуха очень мисс опускает и да тп хайп тп хайп чиконни закрывает данную карту на фк на самом деле очень хорош скоро от него как бы там что не говорили про то что карта простая все еще закрытие на фк на самом деле достаточно трудно у нас буквально стоит только посмотреть 3 с ранга в лобби и фк всего лишь одно настроение чиконни как раз если не ошибаюсь это первый тайбрейкер которым мы увидим на этом турнире сейчас я быстренько просмотрим это это на самом деле даже меня удивляет то что самый близкий матч до этого был 63 окей ладно в любом случае да а это по моему это не у меня потому что я эти звуки тоже слышал надо это я прошу прыть они достаточно редко происходит поэтому все хорошо там просят айма от у нас на самом деле в это время команда пикара лаверс видимо очень радую на больших нервах сидели игроки слева ну то что у нас вдруг матч прям до тайбрейкера дойдет ладно вон существо брейки наконец-то для тех кто знают это одна из нижних дип тайбрейкера который у нас был на карте есть я по моему да вот это да тот самый тайбрейкер где у нас произошло разрушение проклятия где команда с мальчерским не победила один из моих самых любимых турнирных моментов очень обожаю этот момент до сих пор удивляюсь пару клири криллера краски от того от кого тогда вообще меньше всего ожидали он коротки больше всего и закирил получается на что я доверю дальнюю не западки это хорошим скоро от мрека но вначале там видится проход был конкретно криллер это было бы все замечательно и что я могу сказать по карте в принципе карта довольно простая рассказал для тайбрейкера нету какой-то особый прыжка в сложности другими картами но тем не менее как не как остается ну тайбрейкером карман гораздо длиннее чем остальные и сложность протягиваться фактик поверхность карта но также не будем забывать про то что это тайбрейкер здесь еще проверяется абсолютно все скилл сетом там нет я не шибать есть и стримы 190 бпм есть реаль часть есть неприятные слайдеры под конец вообще начинается жимка 230 бпм поэтому здесь достаточно от того где можно мяснуть и чтобы сыграть этот тайбрейкер для точно хорошо достаточно хорошо нужно быть действительно всесторонне развитым игроком и 230 разве подожди там же по-моему 230 нет карта рамках дуста бпм она не 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 точно нет точно 210 окей хорошо я могу тогда ошибаться мне казалось там что-то там 230 возможно есть один парт где могут быть прямые в таком бпм но честно для меня лично карта остается приятно в рамках дуста ладно может быть до реальностью партии то есть здесь бпм но не выше явно видимо я ошибаюсь все где тогда но как и не тайма от можно день ростер слева должен быть аналоговый там вот на самом мне кажется ростер команды слева будет как всегда если дефолт не чикони маки брони и федотов особо не требует какого-то нового скиллсета который бы закрыли бы это фендер или екали боба помимо этого карта требует очень как сказать очень множество скиллсетов как раз федотов сможет справиться потому что дефендер и я коли боба они более узко направлены как и скажем так они больше хороши конкретно своем скиллсете для этой карты нужно уметь я бы сказал почти все поэтому да цель же федотов здесь будет лучшим решением во время как на стороне если какой-то у нас выходит шедевр витя и cphd решает у нас сузуху оставить позади немножечко оставить на своем капитанском слоте но посмотрим в любом случае тайбрекер наконец-то первый тайбрекер данной стадии перед и берега в целом на данном турнире добро пожаловать друзья для тех кто только сейчас подошел нас пикор лаверс против эси кольта инкансатис поэтому подожди там снакс там снизу это скуслить снизу слева скорых а я понял почему хорошо гостон немножко по лагику нас но в любом случае хорошо думаю как мы сможем сориентироваться начинается как раз первая часть строим тайбрекера сейчас будем переходить по идее в бёрсты или стримы 190 бпм пока что никто у нас не хочет брекать вначале на удивление реально первую ошибку нас допускает данный в лобби никто и на как щеконю достаточно неприятный брех учитывая то что все чертала ну окей у нас маки брони шутевр ошибаются но уже оставляют буквально фото 1 с вк ошибается и он в этот раз а у тебя не был бачу бис а уки хорошо окей теперь вот и в районе когда там оставили сколько ты готов ошибается маки брони тоже ошибается было это банчо брейк не известно пока известно только то что видите степи все еще до человека который держит кануне команды сиколь и походу нет это не был сайт ой это не был банчо брейк от маки брони ситуация в начале карты максимально неприятно для рекорд лаверс пока что сначала начинает заканчивается уже первый кай первая часть сложная карта и начинается стопар но на самом деле стопар здесь зашли при этом уж здесь начинается одна треть как раз таки который еще нужно читать и вот краски маки брони федотов не исправляются не прочитали сожалению там треугольник этот маки брони черный раз не читается им пока что данная карта или данный паттерн так же там поддержит ворссб где-то но в любом случае давайте в летних 2 пока у нас все еще держится теперь делите сегодня конечно там уже все еще это пробивает но все же учитывая в ранний брейк пока что ситуация в максимально неприятно для пикар лаверсу нас половина карты еще не прошла уже преимущество 200000 для сиколь то слишком уж хороший перфон сейчас показывать на видишь и слишком много от него лишних брейков кто-то в тем временем нет не знаю почему-то я сами сад один раз он очень много стиль начинают и раз еще больше места тело сейчас как раз вчера не ломбить отзывает наконец-то одной из двух какая секоль то теменее степи и все еще прожает ходить пока здесь просто ничего что с этим можно сделать и корр и лаверс то есть не кисти кони который держит еще комбы которые единственные ошибки вначале допустил пока чтобы очень так же хорошо идет на этой карте макеброне фидота слишком много ошибок допускает но даже без этого половина карты парафа кашлы видите все еще у нас выкажет cphd саж не приходится ford скоро от шедевра про закрывает и федотова и макеброне собственно там у нас закончился от всех парды закончилась у нас одна треть скажем так мы приходим непосредственно джим очкам 230 бпм спидап очень хорошо шло до этого момента карта в себе сделки хорошо 360 тысяч преимущество это не ради теории кстати не пози есть кабана со дня витечку не конечно все еще 1600 колбы имеет под своего раннего брейка еще одну ошибку допускать буквально не на воздухе веснул все нервы видимо за души немножко битя брейкает фидотов тоже бы все это брейка кроме шедевра и что примечательно чикони пройдите очень большой критика буквально сейчас будет на нем держаться скоро начинается кращаться пользу пикора лаверс брейк на свете вроде сейчас вы желаете на самом деле помешек брейка спитотова и макеброне краски по большим местом социальные секорта если у нас хотят действительно кброни слишком много от него чейный ой много тему щит песок сейчас ведь я поддерживаю также места это абсолютно всеми сайт лобби кроме чикони бачу брейк у него есть комбо и зарядку нет нет шедевр место команд каким-то чудом не издушно сейчас там слайдеров чикони это был не банчо брейк и карта послали концу не хватит до абсолютно вся в лобби брейк от 180 тысяч преимущественно на стороне команды секоль и к сожалению была очень хорошая доставили попытка камбэка от чикони но не дается ему выиграет играете буквально совсем немножко не дохладил победили будет становиться и секольт и корр лаверс отправляется в нижнюю сетку невероятно перфоманс перфоманс от и и видите очень хорошо вместе сработались да очень сильно на самом деле тем скорость от секольта была очень хорошая попытка камбэка чикони который на самом деле благодаря тому что в конце захладил камбу топскор у него в лобби но к сожалению из-за раннего брейка краски я так полагаю пришло отдали они данные брейки если бы не было этого раннего брейка то скорее всего все бы могло поменяться и прикур лаверс сейчас бы у нас находилась в верхней сетке но вместо этого секольт проходит нас дальше поздравляем с этим я поздравляю гвп очень хорошая игра на самом деле была очень потная даже несмотря на то что все команды просто до последних пиков разменивались буквально своими пиками это в любом случае была очень близкая борьба но каждая борьба имеет своего победителя и своего проигравший в этот раз сожалению пикор лаверс оказалось нас проигравших но в любом случае я думаю еще ожидает очень такой хороший ран по нижней сетке все же состав у них все еще очень сильным и успели это заметить в этом матче что желаем удачи и желаем на честь и кольта в этой нижней сетке краска это был последний матч стадии ро 16 для вас его комментировали я ансоши и зирая из и стримин сивер снакс собственно спасибо что были с нами на данном матче у нас подошла концу каратской стадии ро 16 мопул шоке с у нас будет происходить завтра в 16 уйти си если никакие анонсы не поменяются об этом еще отдельно потом будет пинг но а пока мы с вами прощаемся спасибо что были с нами сегодня и еще услышимся пока а а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok